Жихат Аник еще в школе решил для себя, что станет полицейским. После школы поступил в техникум на юриспруденцию. Очень хочет получить высшее образование. Говорит, что уже узнавал сегодня конкурс ВУЗ. По его специальности 7 человек на место. Однако теперь у Жихата появилась возможность учиться в Университете системы МВД России на бюджетном отделении. Не так давно узнал о возможном получении направления от участка МВД. О том, что можно поступить в высшее образовательное учреждение именно за счет государства. Плюс не как студента, а как, можно сказать, курсант. То есть, если все-таки удастся выбить это направление, я поступаю в высшее образовательное учреждение МВД. И при этом мне не придется платить за учебу. И у меня будет уже начальное, ну да, низкое звание. Но оно, естественно, будет в будущем повышаться. Цель набора ВУЗа МВД – популяризация службы в органах внутренних дел, а также обеспечение кадровым резервом Анапского линейного отдела МВД России на транспорте. Анапский линейный отдел направляет абитуриентов для поступления в Краснодарский университет МВД России и в Белгородский юридический институт МВД России, которые готовят специалистов для дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел по специальностям обеспечения национальной безопасности сроком обучения 5 лет и юриспруденция также сроком обучения 5 лет. До поступления кандидату необходимо обратиться в кадровое подразделение Анапского линейного отдела МВД России на транспорте для оформления личного дела абитуриента. Испытания по физической подготовке проходят в форме сдачи трех нормативов. Это упражнения на быстроту и ловкость, упражнения на силу и упражнения на скорость. Нормативы по физической подготовке также будут мною лично доведены каждому кандидату, чтобы они могли организовать свою подготовку до начала вступительных испытаний. Отличительная особенность поступления в высшие учебные заведения системы МВД России, как и, впрочем, все военизированные учебные заведения, состоит в том, что на кандидата, извившего желание поступить, формируется личное дело. Срок проверки кандидатов и сбор личного дела составляет от двух месяцев при удачном стечении обстоятельств, скажем так. При отсутствии у кандидатов оснований препятствующих для поступления. После обучения такой гражданин обязан отработать в полиции минимум пять лет. Возможен перевод в другой город. Абитуриентам, а это выпускники 11 классов и учащиеся средних специальных заведений, будет предложено дальнейшее трудоустройство и полный соцпакет. Готовиться нужно уже сегодня. Для этого необходимо сдать ЕГЭ по истории, обществознанию, русскому языку и физической культуре. При выборе кандидатов комиссия обратит особое внимание на сдачу нормативов по физической подготовке. Экзамены у будущих полицейских принимают не только педагоги, но и действующие представители системы МВД, следователи, юристы, военнослужащие. Взрослая жизнь начинается прямо тут. В профессию идут и парни, и девушки. Устроиться может любой гражданин России. На нашей специальности правоохранительная деятельность. Дети изучают специальные дисциплины уголовно-правовой направленности и гражданско-правовой направленности. На данный момент, конкретно если говорить о сегодняшнем дне, то 50 человек сейчас у нас выпускается. На следующий год будет больше человек 70-80. Сегодня транспортная полиция обеспечивает безопасность в аэропорту, на железной дороге, в морпорту. Проверяют при посадке поезда, проводят досмотр пассажиров с использованием ручных металлоискателей, дабы выявить факты контрабандной продукции, оружия и наркотических веществ. Получить консультацию будущие полицейские могут по адресу улица Привокзальная 1. На собеседование абитуриенту лучше прийти с родителями. Работа в органах требует особого подхода. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Михаил Попов, Анапа Регион.